Друзья мои, всем привет-привет! С вами Маруся, и мы продолжаем озвучку фанфика «Господарь» от автора Денаис Ватерлоу. Ссылка на фанфик находится в описании под видео, там же в описании находится ссылка на мой второй канал с озвучками, на мою страницу Boosty, где почти полторы тысячи часов в моем исполнении уже есть, там же озвучиваются три новые работы. Также не забывайте, что у меня есть телеграм-канал, ссылка на него тоже находится в описании под видео. Ну а прямо сейчас у нас часть 38-я, и удачи нам! Фреуд, дворец Кагас, 1733 год. Тахион держался до самого входа в покое, но, перешагнув порог, обессиленно сполз по стене, жестом отсылая Сангонов прочь. Внутри все клокотало от ярости и ненависти к императору. Этот гад давил на больное, когда убивал ни в чем не повинных людей. Использовал совесть Омеги как самый действенный способ для смирения. Сколько их еще отчхвелишь от жизни, пока ты отчаянно сопротивляешься? Что мне делать? Всхлипывает Омега, чувствуя, как соленые дорожки слез щиплют нежную кожу лица. — Черт, вы боги! Ответьте, за что вы так со мной? Он устал. Невыносимо устал быть сильным. Тахион и не помнит, когда по-настоящему испытывал чувство счастья и покоя. Когда улыбался не потому, что от него этого ждут окружающие, а по собственной инициативе. С гибелью Чангука все рухнуло в бездну. Но если до этого он старался хоть как-то жить и держаться, управляя Валанханом, то сейчас чувство всепоглощающего отчаяния достигло своего апогея. Было очевидно, что этот проклятый чхвене остановится. Он сошел с ума от жажды власти и желания обладать Омегой, но император явно не стремился просто взять его силой. Ему нужно было добровольное согласие. Сломать его волю. Вот чего он так жаждал. Чтобы Техен склонил голову и признал в нем Альфу. Но неужели этот идиот не понимает, с кем имеет дело? Он что, действительно не видел, с какой ненавистью на него смотрел Омега? Или просто притворялся? Как еще мне протянуть это гребаное время, чтобы дождаться помощи? В покое без стука кто-то входит, отчего Те, предполагая, что за ним пришли по приказу императора, мгновенно подбирается. Замечает Куана и прикрывает глаза, судорожно вздыхая. Я никуда не пойду, тут же говорит Омега. Все в порядке, я просто зашел вас проведать, Ваше Величество, мягко произносит советник, присаживаясь на корточке. Как вы? Ужасно. Мне никогда не отмыться от его сальных взглядов и грязного языка, Стони Те, и не забыть предсмертного хрипа того музыканта. Проклятый мерзавец! Ненавижу! Понимаю вас, но я же предупреждал, вздыхает Альфа. Как мне спастись, Куан? Техен с отчаянием смотрит на мужчину. Сегодня Его Величество объявило помолвки, тихо сообщает советник, игнорируя вопрос. Так вот к чему был этот проклятый ужин! А собственные догадки ему становятся не по себе. Я отказываюсь? Нет, нет, еще раз нет! Те отчаянно мотает головой. Да и вообще, а как это должно выглядеть? Все же считают императором его брата, значит, на публике мне нужно появиться с ним? На самом венчании Чхведжи Вон планирует показать свой настоящий лик народу. О чем вы? Я уже венчан на небесах с Чунгуком! Возмущенно рыкает Омега. Я оговорился, простите, Куан виновата кивает. На церемонии бракосочетания. Что изменилось? Почему он вдруг решил открыть свое лицо? Хмыкает Те. Его Величество хочет войти в историю в качестве самого великого императора Кианды. Сейчас же на портретах везде изображен Дессон, его брат. Хм, жаждет славы, значит, раздраженно кивает Омега. Пришел его час. И когда же эта чертова свадьба? За могильным голосом спрашивает Те Хён. Нужно время, чтобы подготовиться к торжеству. Он прекрасно понимает, что север, юг и запад уже объединили силы и наверняка попытаются напасть. Поэтому торопится успеть сделать вас своим мужем до того, как это случится. Те Хён не понимает логики Чхве. По идее, ему было бы проще вступить со мной в брак тайно и потом предъявить это врагам в качестве главного козыря. Но вместо этого император жаждет пышной церемонии. Чтобы накануне войны похвалиться союзом со мной и показать себя? Идиотизм! Помогите мне сбежать, умоляю. Омега резко хватается за чужое плечо. Я не переживу, если он... Голос обрывается. Мы что-нибудь придумаем, Ваше Величество, успокаивает Эвакуан. А пока послушайте мой добрый совет. Не сопротивляйтесь так отчаянно и не гневите императора. Он и так в бешенстве от того, что у вас обнаружился стилет. Теперь допытывается, кто и каким образом его мог принести. Я упустил свой шанс, сокрушается Те Хён. Можно сказать, единственный. Ну, убить человека не так-то просто, кивает советник. Мне жаль, что вам пришлось с этим столкнуться. Если дойдет до свадьбы и брачной ночи, я убью себя до того, как этот ублюдок меня коснется. Бесцветно шепчет Те. А в голове крутится лишь одна мысль. Если он это сделает, то упустит возможность увидеть Чунгука на небесах. Единственная надежда, греющая израненное сердце, таяла слишком стремительно. Через что еще мне нужно пройти, чтобы этот кошмар закончился и вместо боли и страха наступил долгожданный покой? Ваше Величество, вздыхает Куан, не говорите так. Он ничего не получит, я клянусь небесами, повторяет Омега, утирая слезы. Чунгук рассказывал, что в Кагасе был подземный ход, с помощью которого ему удалось спасти наследников Реута и скрыться от преследователей. Мы же можем тоже попытаться? К сожалению, я и не знаю ни о каком тайном ходе, но попробую выяснить, задумчиво говорит мужчина. Вам нужно отдохнуть, сегодня был сложный день, хотя все могло закончиться куда хуже. Зная императора, я весьма удивлен, что после вашей попытки нанести удар стилетом он ничего с вами не сделал. Чве убил человека, это по-вашему совсем ничего? И я повинен его смерти. Пряча в ладонях заплаканное лицо, шепчет Те. Ну, считайте, что отделались легким испугом. Он же на этом не остановится, да? Поднимая растерянные глаза, спрашивает Омега. Дживон умеет давить на больные точки. Но обычно его величество так не заморачивается. Ему проще наказать и запугать физически. С вами он максимально лоялен. Это нельзя назвать любовью, но император определенно что-то к вам испытывает. Да чтоб его разорвало! Восклицает Те Хион, поднимая с пола. Голова разболелась. Можно я останусь один? Голос звучит хрипло и устало. Конечно. Вас никто не побеспокоит. Даже не переживайте. Кивает Куан и, ободряюще, хлопает Омегу по плечу. Когда советник покидает покои, Те Хион медленно раздевается, натянув шелковую пижаму и забирается в холодную постель. Укутывается одеялом и беззвучно плачет, тихо шмыгая носом. Все происходящее с трудом укладывалось в голове. Захват его кораблей прямо посреди моря, вынужденное заточение и скорая свадьба с заклятым врагом. Даже в самом страшном сне ему не могло такое присниться. Когда-то он боялся Хасока, который должен был нагрянуть в Валанхан с войной. А сейчас это казалось детским лепетом по сравнению с той участью, которая его ждала. Те Хион не мог принять это. Но и отказ был равносилен смерти. Проблема в том, что Чхве его убивать не планировал. Так сколько еще погибнет невинных людей, прежде чем Те окончательно потеряет веру во спасение и сдастся? По его подсчетам, прошло уже больше двух недель, а это значит, что на севере молодого господаря совершенно точно хватились и, скорее всего, вестники с Востока доложили о захваченных кораблях с флагами Валанхана. Их спрятать невозможно, в отличие от хрупкого Омеги, которого посадили в золотую клетку и хотели использовать для достижения корыстных целей. Но к наступлению тоже нужно подготовиться. Это минимум недели, а то и больше. Плюс время, потраченное в пути, добавляет еще дней десять при попутном ветре. Они же придут со мной. Или мне не стоит даже пытаться выжить. Что мне делать, Чунгук? От грустных мыслей его отвлекает едва уловимый аромат сандала. Такой тонкий шлейф, что сразу и не поймешь. Но Тухен так соскучился по нему, что тут же вскочил и зажег масляную лампу. В покоях никого не было, полная тишина и темнота, но сандал все еще чувствовался, хотя и очень отдаленно. Омега не знал, как это объяснить, но решил, что таким образом Чунгук дал ему знак, что он рядом, и вселил почти угасшую надежду. Те зажмурился и медленно потянул носом, отчего в памяти все всколыхнулось, царапая изнутри болезненной ностальгией. «Приснись мне, Йоса, умоляю», — шепчет он в пустоту и устало укладывается обратно, прижимая к себе подушку. И Чунгук снится. Сон такой светлый и реалистичный, что Тухен буквально купается в любви. Альфа улыбается и нежно его целует, крепко прижимая к себе. Трется щекой о чужую скулу и шепчет на ухо, как скучал по нему. А Тухен изумленно смотрит и прижимает к губам его пальцы, спрашивая дрогнувшим голосом. «Скажи, что ты настоящий, скажи мне». «Я живой, Тухен. Все будет хорошо, верь мне». Впервые Омега улыбается во сне, а из-под закрытых век текут слезы счастья. Луисское море, 1733 год Известие о намерениях императора повергло в шок абсолютно всех. Господарь был не просто золу, он буквально рвал и металл, желая разнести империю этого ублюдка в пух и в прах. Одним богам известно, что сейчас творилось на душе у его мужа, и что успел сделать с ним чве. Эта гнида не просто так затаилась, он ждал целый год, когда закончится траур, чтобы присвоить себе Тухена. По словам информаторов, на Востоке за это время был переписан закон Кианде о взаимном согласии во вступлении в брак. Чунгук нервно расхаживает по палубе. «Урою, гада!» «Понятно, что твой муж будет против», — кивает Джин. «Но теперь для него это не преграда, ублюдок продумал каждый шаг. Очень хорошо, что этот упырь не знает о моем возвращении, иначе наверняка бы уже убил Тухена, напоследок вдоволь поиздевавшись. Это дает нам большое преимущество. Господарь садится на маленькую скамью и достает меч из ножен, проверяя, хорошо ли он заточен». «Но мы не знаем, когда именно будет свадьба», — задумчиво произносит Сакджин. «Она все равно недействительна, потому что Тухен в браке со мной. Я больше опасаюсь, что Чхве причинит ему непоправимый вред, и молю богов, чтобы он его не тронул», — тяжело вздыхая сокрушается Господарь. Они преодолели уже половину пути и четко следовали намеченному плану. Погодные условия были прекрасными, да и попутный ветер несказанно радовал, подгоняя корабли к восточным землям. Еще несколько дней, и Северный флот достигнет берегов Фреута. Появление Господаря так воодушевило всех воинов, что настрой теперь был более чем позитивным. Уверенность в победе росла с каждым днем, потому что Чунгук умел организовывать людей и вселять в них надежду. За ним хотелось следовать хоть на край света. Ему доверяли и почти преклонялись, особенно после чудесного возвращения. Пока они были в пути, приходилось тренироваться ежедневно. Господарь не отставал от других, и лишь один Сак-Джин знал, как тяжело ему даются все эти упражнения. Но Чунгук должен быть примером, излучать силу и стремление быть в идеальной форме. Правда, попадая в свою каюту, он менялся в лице и истискивал зубы от боли в спине. Слишком мало времени прошло, и ты не успел восстановиться до конца, поясняет Джин, проводя пальцами по обнаженной коже. Он проверял его позвоночник каждый вечер, ругаясь, что Чунгук вообще себя не бережет. Можно я подумаю об этом завтра? У меня голова забита только сражением и тем, как там мой муж. Нельзя давать такие нагрузки на спину. Ты же не хочешь проснуться однажды утром и осознать, что не можешь встать с постели, ругается Альфа. Я знаю предел своих возможностей, спорит с ним Чунгук. Да ни черта ты не знаешь, я же чувствую руками, что твоему организму плохо. Ну не изматывай себя и побереги силы для нападения, парирует Ким. Хорошо, я постараюсь. Закатывая глаза, сдается господарь. Вот и славно. Джин довольно хлопает в ладоши. Ой, все это так волнительно, никогда не был на сражениях. Да ты вообще пещерный человек и ничего и не видел, кроме своего козла, усмехается Чунгук. А вот Чуни попрошу не трогать. Сакджин складывает губы уточкой и театрально возмущается. Скучает там, наверное, по мне. Господарь смеется, глядя на забавное выражение лица друга и выходит с ним из каюты, поднимаясь на главную палубу. Сегодня ночное небо невероятно красивое. Мириады звезд, рассыпанные по черному покрывалу, сверкали алмазными гранями. Чунгук поднимает голову и любуется этой красотой, думая о Тихене. Прошу вас, Боги, дайте ему сил меня дождаться. Пусть почувствует, что я жив. Ну, мы же истинные. Милый мой, потерпи немного, умоляю тебя. Все будет хорошо, верь мне. Слабый аромат меда и имбиря проникают в легкие, отчего, господарь, изумленно застывает на месте. Принес твой любимый чай, говорит Джин, подходя ближе. Спасибо. С грустью шепчет Чунгук, отчаянно скучая по настоящему смешению идеальных запахов в мире. Фреют, Ульхо, 1733 год, 9 дней спустя. Тихен вновь проснулся с четким ощущением, что его всю ночь обнимал Чунгук. Согревал своим телом и бесконечно долго целовал. Когда такие яркие сны только начинали сниться, он думал, что сходит с ума. Но потом привык и ждал каждое появление любимого, понимая, что это единственная возможность почувствовать его так запредельно близко, пусть темнимо. Его запах, колкость щетины, горячие и чуть влажные губы, голос, баюкающий лучше любой колыбельной, улыбка, влюбленный взгляд и нежные прикосновения ладоней. Тихен отчаянно скучал. Он был благодарен богам, которые давали хотя бы такую возможность побыть рядом. Сегодняшний сон, словно щедрый глоток свежего воздуха, придал немного сил. Омега коснулся подушечками пальцев чуть припухших губ и приоткрыл глаза. Спасибо, Йоса. За эти дни Чхвей вызывал его еще трижды, требуя полного повиновения. Но Тихен не уступал. И вечера неизменно завершались чьей-то смертью. После этого Омега долго приходил в себя, чувствуя, как с каждым разом ощущение подавленности и отчаяния накрывает все сильнее. Его отвлекают сонгоны, входящие в покой, с почтительными поклонами. Как же ему не хватало гису и шина. Безусловно, они уважали господаря, но заботились о нем не потому, что так приказали, и не от страха получить по спине удары плетью, а от того, что искренне любили. И как безмерно жаль, что одного из них уже нет живых. Приказ его величества подготовить вас к церемонии. Плевать я хотел на это, огрызается Тихен. Сонгоны испуганно поднимают глаза на красивую Омегу, который даже с просунья выглядел божественно. «Позовите Куана», – чуть хрипло произносит он. Один из мужчин спешно удаляется, пока второй помогает Тихену одеться и привести себя в порядок. «Доброе утро, ваше величество!» Советник появляется как раз в тот момент, когда ты уже хотел выйти в сад. «Вы выяснили, где потайной ход?» – спрашивает Тихен. «Я работаю над этим, пока ни один куньо и сонгон ничего путного мне не сказал». Мужчина опирается на деревянную балку и внимательно смотрит на Омегу. «Вы же не хотите сбежать до свадьбы?» «Именно это я и намереваюсь сделать», – задумчиво хмыкает Те. «Сейчас за вами слишком пристальное внимание. За дверями все время дежурит по две пары часовых. Как вы себе это представляете?» «Я не знаю. Но и сидеть, сложа руки, смиренно ожидая своей участи, это не про меня. Помогите мне, Куан, и я не останусь в долгу». «Откуда такая уверенность, что ваши друзья уже в пути?» – он с подозрением прищуривается. «Потому что прошло достаточно времени. Я знаю, что они уже собрали войско». «У Чхве нет шансов». «Вы ошибаетесь», – неожиданно говорит Альфа. «О чем вы?» – бровь Омеги удивленно поднимается. «Союзники из далеких земель, это не миф, и они тоже уже в пути», – огорошивает его советник. Атахен в шоке смотрит на мужчину, переваривая услышанное. Объединив сразу три войска, они превосходили армию Чхве численно, но какое количество приплывет издалека, одним богам известно. «И Куану. Сколько их?» – бесцветно спрашивает Те. «Много. Поверьте, настолько много, что у ваших друзей нет шансов». «Проклятие. У вас есть возможность сохранить свою жизнь. Делайте так, как я говорю, и все будет хорошо». А Техен неожиданно осознает одну вещь. Этот человек постоянно юлил и просил тянуть время. «Кажется, помогать ему советник совершенно не собирался, откровенно запудривая мозги». «Я хочу побыть один», – резко произносит господарь. «Я все же настоятельно рекомендую». «Разговор окончен», – рявкает Те, наблюдая, как округляются глаза Альфа. Он молча кланяется и покидает сад, оставив Омегу в томительном ожидании треклятой церемонии бракосочетания. Техен садится на качели, укрывая ноги пледом, и задумчиво смотрит на розовый куст. Большой мохнатый шмель заглядывает в каждый цветок, крокпотливо собирая нектар. Его мерное жужжание немного успокаивает. У всего в этом мире свой путь и свое предназначение. И отчего-то совсем не верилось, что судьба Омеги – это союз с мерзким подонком Чхве. После завтрака господаря принялись готовить торжественные церемонии. Он мог бы воспротивиться и отказаться от появления на свадьбе, потому что все равно его согласия никто не спрашивает. Но Те решил, что это его крохотный шанс. Куан заглянул на несколько минут и остался доволен процессом, удовлетворенно цокая языком. Этот Омега определенно был соткан из изящества, дивной красоты и благородства. Таким можно любоваться бесконечно. «Я не хочу вас здесь больше видеть», – холодно бросает Те Хён. «Не вам решать, где мне появляться, а где нет». «Избавьте меня от своего общества, все ваши разговоры – пустая брехня», – рявкает Те Хён, «забирай золотую подвеску с жемчугом и бриллиантами у Сангона». «Я сам». «Не заводитесь, прошу вас. Все будет хорошо. Я уверен, что вы справитесь», – мягко ракочет советник, сдувая несуществующие пылинки с золотистого наряда Омеги. «Сложно держать себя в руках, когда от тебя ничего не зависит». С яростью шипит Те. «От вас зависит очень многое. В первую очередь, ваша же и безопасность». Куан поправляет расшитую драгоценными камнями тунику и водружает на светлую макушку изящную тиару в виде цветочного золотого венка. «Какой же вы невероятно красивый», – восклицает он, глядя на господаря. «Иногда проще быть серой невзрачной мышью. Поверьте, куда меньше проблем». «Хм, вы действительно уникальны и не только внешне. Постарайтесь использовать те ресурсы, которыми вас одарили боги». «Я живу по другим принципам, и мне это чуждо», – вздыхает Те Хён. «Начнем с того, что у меня траур, поэтому все эти наряды – плевок в мою израненную душу». «Год уже прошел», – напоминает Куан. «А что такое год по сравнению с бесконечной тоской и одиночеством, которые будут со мной до конца моих дней?» «Нужно отпустить. Уверяю, станет легче», – мягко приговаривает советник. «Отпустить – значит придать память. Нет и еще раз нет. Мое сердце принадлежит только одному человеку». «Но его уже нет в живых». «А вы когда-нибудь любили?» «Так сильно, что нечем дышать. Настолько безумно, что думаешь о человеке каждую секунду», – неожиданно спрашивает Те Хён, чуть отстраняясь от мужчины. «Не доводилось, Ваше Величество. Такая любовь подобна болезни. Она прорастает корнями в самую глубь, оплетая лианами чувств так крепко, что и не вырвать ничем, если только собственным сердцем. Я им безнадежно болен. Но это самое прекрасное, что со мной случалось, поэтому то, что осталось, я буду беречь, как зеницу ока, холить и лелеять каждое воспоминание, и никто у меня этого не отнимет». «Куан задумчиво глядит на печального Омегу и даже немного завидует. Несмотря на то, что он так рано вдовел, кем-то Хён любил и был любим своим Альфой. В жизни такие чувства – большая редкость, а когда они истинные, тем более. Жаль, что Чхвей неспособен на любовь». Те думал, что его повезут в Ульхо, но выяснилось, что церемония пройдет на главной площади у самого Кагаса. Размах и помпезность поражали, но Омегис крутила живот при виде двух бархатных тронов, которые стояли в тени полупрозрачного тента, украшенного белыми розами. Лицо господаря было скрыто вуалью, а на голову наброшен шелковый капюшон легкого золотистого плаща, который ему подал Куан перед самым выходом. Отчего-то все эти манипуляции с излишней таинственностью напоминали далекое прошлое, когда он был вынужден передвигаться на людях в маске. Неожиданно рядом с ним поромнялся коренастый Альф с длинными темными волосами и короной на голове. Стало очевидно, что это и есть тот самый брат, Чхвед Дессон. Он моложе, но внешнее сходство удивительное. Такой же гнусный прыщ. Тэй медленно дышит через рот, не желая чувствовать чужеродный аромат. Вы прекрасны, Ваше Величество! Чуть наклоняясь к нему, шепчет Альфа. А так он ничего не отвечает, стараясь не растерять остатки самообладания. Они прошли под руку по ковровой дорожке до самого постамента, где располагались троны. После чего Чхвед Младший повернулся и коротко кивнул, чтобы Омега присел. Тэйону ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Толпа одобрительно загудела, пытаясь рассмотреть будущего супруга императора. Им подносят угощение, расположив изысканные блюда на небольшом столике. Наливают золотые кубки вино. После чего начинает играть приятная музыка. Одна мелодия сменяется другой, пока перед Шин Хо выступают приглашенные артисты и танцоры. Когда появляются шуты, забавно прыгающие по кругу, у Тэйона начинает болеть голова. Пляски на костях его растоптанных надежд. Омега, словно каменное изваяние, сидит и терпеливо ждет, когда весь этот идиотский цирк закончится. Людей все больше и больше. Каждый житель столицы в этот праздничный день был освобожден от работы, а потому мог спокойно прийти и поглазеть на бесплатные представления, угоститься брагой и попялиться на правителя севера в качестве супруга императора, наряд которого был настоящим произведением искусства, будто сотканный из чистого золота и расшитый мелким жемчугом в виде диковинных цветов. Все были наслышаны о красоте молодого господаря, поэтому с нетерпением ждали, когда он покажет лицо, шушукаясь и переминаясь ноги на ногу. Кажется, прошла целая вечность, прежде чем Тэйон услышал одобрительный гул толпы и сразу понял, что это начало конца. Заиграла торжественная музыка, и к ним приблизился один из сангонов с кольцами на золотом подносе. «Встаньте, ваше величество!» – шепчет на ухо Куан. «Где настоящий император?» – шипит Тэйон, чувствуя, как его силой тянут за локоть. «Поприветствуем наших прекрасных шинхо!» – выкрикивает ярко разодетый мужчина, который объявлял каждого артиста. «Сегодня мы собрались здесь по очень знаменательному поводу – долгожданной свадьбе его величества с…» Громкий голос обрывает ластым жестом. Чведый сон поворачивается к Омеге и довольно улыбается, кивает Тэйона. Он протягивает руку, чтобы поднять вуаль и объявить его имя во всеуслышание. Но то, что происходит далее, не ожидал никто из присутствующих. Тэ бьет лжеимператора по ладони и скидывает капюшон, попутно срывая вуаль. «Я не давал согласия на этот брак и до сих пор ношу траур!» – как можно громче выкрикивает Омега. «Скоро Фреут освободят!» «Не сражайтесь за Чхве!» Толпа начинает возбужденно гудеть осиным ульем, удивленно уставившись на Омегу. Люди ошалели от красоты молодого господаря и его слов, сказанных в сердцах. Куан заламывает руки Тэхиону, пытаясь утащить с пьедестала, но его останавливает внезапно появившийся Дживон, который, как выяснилось, был совсем рядом и молча наблюдал за происходящим. «Ах ты ж тварь!» – Альфа наклоняется, хватает господаря за подбородок и смотрит испепеляющим взглядом. «Ты сильно пожалеешь о своей выходке!» – рычит Чхве с силой, сжимая пальцы. «Увести его!» – закончим обряд бракосочетания без Омеги. «Я отказываюсь быть твоим мужем!» – восклицает Тэхион. «Будь ты проклят, Чхве!» Его рот накрывают ладонью и волоком утаскивают во дворец. Господарь отчаянно брыкается, пытаясь укусить стражника за руку. Вся надежда, что его слова заставят народ задуматься, и что люди, когда на фреут нападут, будут воспринимать это как освобождение. С ним не церемонятся, заламывая до хруста руки, связывают их за спиной и то же самое проделывают с ногами. Тэхион сопротивляется изо всех сил, выкрикивая нецензурную брань, хотя прекрасно понимает, что в этом нет никакого смысла. Вздрагивает от неожиданности, когда здоровяк перехватывает его поперек талии, ловко закинув на плечо. Тэнни знает, куда его несут, но это совсем другое крыло Кагаса. Они спускаются по лестнице, где пролеты освещаются только масляными фонарями на стенах. Омега крутит головой, анализирует, запоминает повороты, но их бесчисленное множество, а в глазах уже темнеет от того, что он долго свисает вниз головой. Стражник с кем-то тихо переговаривается, звякает ключи, и замок поворачивается несколько раз, прежде чем тяжелая скрипучая дверь поддается. В помещении царит полумрак. Когда господаря ставят на ноги, он тут же оглядывается по сторонам с ужасом, отмечая, что это уже совсем не похоже на королевские покои. Но это не страшно. А вот цепи, свисающие вдоль стены с кандалами, пугают до чертиков. Только не это. Ты уже жалеешь о своем сумасбродном поступке. Может, и надо было подождать, подыграть и поулыбаться на публику. Только вот весь этот фарс, как и сама свадьба, настолько претили ему, что это было выше его сил. А теперь вообще непонятно, что его ждет. И доживет ли он до освобождения. Его не приковывают цепями и даже развязывают руки и ноги, после чего оставляют в полном одиночестве. Никто ничего не говорит и не объясняет, но и без слов понятно. Больше в роскошных хоромах его никто держать не будет. И обращаться с ним по-человечески тоже. Терра стирает затекшие опястья, обреченно вздыхая, и садится в пыльное кресло в углу помещения. Нужно как-то держаться. Но на это не осталось никаких сил. Когда глаза привыкают к полумраку, он замечает у противоположной стены большую деревянную кровать. Тело сковывает льдом ужасающего страха, потому что у самого изголовья он снова замечает цепи с кандалами для рук и внизу для ног. «О, боги! Нет!» – шепчет он, чувствуя, как слезы застилают глаза. «Чертов ублюдок!» Здесь время стирает свои грани, потому что комната без окон. Так он понятия не имеет, сколько часов прошло с тех пор, как его здесь заперли. Он все так же сидит в кресле, подтянув колени к груди и уложив на них подбородок. Слез совсем не осталось. Как и желание жить. Бесполезно оплакивать то, что уже давно кануло в бездну и развеялось седым петлом по ветру. Может, смерть станет моим избавлением? Главное, чтобы побыстрее и без особых мучений. Не хочется умирать под этим мерзким чве, наблюдая его самодовольную харю. Воздух в помещении затхлый. Скорее всего, тут давно никого не держали. И вероятно, что живым отсюда никто не возвращался. У самого входа едва мерцает слабый огонек масляной лампы, который того и гляди погаснет вовсе. А то этого не боится. Но все равно не хотелось бы остаток времени коротать в кромешной тьме. Он мерит шагами небольшой прямоугольник пола. Шесть вперед, разворот, еще три, а потом четыре в сторону. Омега ходит кругами, считает секунды, минуты, часы. Кажется, прошла целая вечность, прежде чем дверь отворилась. В проеме показался стражник. На выход, рявкает он. То, что его здесь не оставят, уже радовало. Но было совершенно непонятно, куда сейчас поведут. Неизвестность пугающей клокотала где-то в горле. На этот раз на него надели наручники и, словно узника, повели по коридорам. Оба стражника с подозрением поглядывали на притихшего Омегу. Он не смотрел по сторонам, а шел, понуро опустив голову. «Мне нужно в уборную», – тихо говорит он, резко останавливаясь. «Что?» – один из стражников удивленно смотрит на Техена. «Отлить ему нужно, дуря твоя башка», – поясняет второй. «Две минуты», – говорит он, когда они доходят до резной дубовой двери. Техен вылетает в помещение, судорожно изучая пространство. Но все окна были с узорными металлическими решетками. Да и они находились слишком высоко. «Проклятие!» – стонет он, упираясь ладонями в стену. «Одна минута!» – кричит снаружи стражник. Поэтому Техен торопливо покидает помещение, понимая, что попытка была совсем уж жалкая. Его приводят в покое. Они еще роскошнее тех, в которых он проживал все эти дни. И, скорее всего, принадлежат императору. Тех с благодарностью смотрит на стражника, снявшего с его затекших запястья наручники. В горле застревает тугой комок, не позволяющий сделать нормальный вдох. Пахнет ароматными маслами и благовониями. Наверное, если бы сейчас пришел Куан, Техен ему даже бы обрадовался. Но вместо него в помещение входит Чвет Дживон. «Свободный!» – император машет рукой стражником. Тех сжимает кулаки и воинственно смотрит на Альфу. «Не подходи ко мне!» – шипит он. «Ну что ж, дорогой супруг, я тебя поздравляю!» – Чвет довольно ухмыляется. «Я своего согласия не давал!» – рявкает Омега. «Ну, ты ж сам ускорил процесс. Я и так планировал заявить, кем являюсь, но твоя выходка сыграла только на руку. Пошел к черту!» – огрызается Те. «Я выступил перед присутствующими с длинной речью, сообщая, что на наши земли собираются напасть в ближайшие дни, но великий император Шве сделает все, чтобы защитить свой народ. «Они приняли меня с диким восторгом!» – довольно произносит Дживон. А Тех он смотрит из-под лобья, прожигая Альфу яростным взглядом. «Наши покои и купальни находятся рядом. Я уже успел насладиться красотой твоего нагового тела, а сейчас хочу вкусить тебя сполна!» – он хищно облизывается. «Если не подчинишься, вернемся туда, откуда тебя привели. Я прикую твои руки и ноги и буду трахать столько, сколько захочу!» Омега задыхается от злости. «Этот гад наблюдал за ним все эти дни?» «Мерзкий ублюдок!» – Тех он пятится, но почти сразу же упирается спиной в стену. «Если ты думаешь, что это сойдет тебе с рук, ты сильно ошибаешься!» «Раздевайся!» – рявкает шве, рассекая словом, словно лезвием, гулкую тишину покоев. Омега вздрагивает и отчаянно мотает головой. «Предпочитаешь, чтобы я это сделал?» Альфа медленно приближается. «Я не отдамся добровольно! Все, что тебе светит, это мое бездыханное тело!» «Ох, как самонадеянно! Значит, хочешь вернуться к кандалам?» – цокает живон, нарушая личное пространство. Аромат полыни забивает легкие. Тех он смотрит на мужчину с таким презрением, что любому другому стало бы не по себе, но только ничве. «Насилие – единственное, на что ты способен. Тебе никогда не услышать слов любви. Заткнись и делай все, что я велю!» Альфа дергает золотую тунигу за ворот, и ткань с треском рвется, обнажив плечо и часть груди. «Тех он и хочется раствориться в воздухе, рассыпаться на миллион осколков и кануть в бездну, лишь бы не видеть и не чувствовать того, что сейчас будет происходить». Вспомнив Субагдоу, он применяет один из приемов, но император оказывается проворнее, блокируя удар. А потом снова и снова чьи откровенно веселят попытки Омеги защититься. «Обожаю охоту, когда гонишь добычу и смотришь перепуганные глаза перед тем, как убить», – самодовольно говорит Живон, нанося неожиданный удар в солнечное сплетение. А вот и Хона все темнеет перед глазами. Он пытается сделать сдох, но не получается. Это оказалось слишком больно и сильно его дезориентировало. Омега ловит ртом в воздух, сгибаясь пополам, и чувствует, как его подхватывают и швыряют на кровать. «Еще не поздно покориться. Тебе понравится, красота моя?» Нависая над ним, предлагает чве и впивается губами в соблазнительный рот. «Тех он бьется под ним загнанной птицей, кусается и яростно рычит, пытаясь попасть коленом в пах. Живон удерживает его за запястье и скользит языком пониженной медовой коже, прикусив сосок. «Ненавижу!» – выкрикивает Те. «Не смей этого делать, сволочь!» «Кричи, моя прелесть, я это обожаю!» Император фиксирует коленями ноги Омеги и поднимает голову. «Еще раз дернешься и зову стражу». Тех он шумно дышит, с ужасом соображая, что же делать дальше. «Спасения нет! Помоги мне, Йоса!» – мысленно молит он Чунгука. Чве снова рвет на нем тунику и пытается стянуть шаровары, но все же получает коленом в нос. Алая кровь фонтаном заливает обнаженный живот Омеги, обжигая похлеще любой кислоты. «Ах ты ж, мразь!» – рявкает взбешенный Живон, оглушая Техона мощным ударом кулака по голове. Боль вытесняет, страх заполняет собой безостатка. Она звенит протяжной трелью, не давая нормально соображать. Перед глазами плывут темные пятна, а к горлу подкатывает тошнота. Покатэй пытается прийти в себя, а его продолжают раздевать. Наглые пальцы гуляют по идеальному телу, оглаживая соблазнительные изгибы. Когда Омега начинает хрипеть и сопротивляться, снова получает удар, но уже под ребра. В звуке борьбы пронзает протяжный вскрик Техона. Сам напросился, хотя мог бы стонать от удовольствия. Альфа возится со своей одеждой, а потом нависает над господарем и вновь прижимается к сладким губам. Скользит липким языком, пытаясь их разомкнуть и опускается к шее. По лицу он не бил осознанно, не желал портить такую красоту. Было много других способов причинить боль и заставить подчиняться. Ты отворачивается и зажмуривается, понимая, что сейчас случится самое страшное. Это хуже смерти. Насилие он точно не перенесет. Император пыхтит и ерзает на нем, но ничего не происходит. Секунда, три, пять. И Техон неожиданно понимает, почему. У этого урода просто-напросто не стоит. Омега распахивает удивленные глаза, с омерзением глядя на вялый член Альфи, который тот яростно передергивает. Какого черта? Шипит он, не понимая, как в самый пиковый для него момент организм так его подвел. Ситуация настолько абсурдная, что Те вдруг становится по-настоящему смешно. Он нарушает тишину нарастающей истерикой, заливая покои каркающим хохотом и совершенно не отдает себе отчета в своих действиях. Знает, что поплатится, но это выше его сил. Когда император наступает коленями на сгиб его локтей, придавливая кровать и хватает за волосы, пытаясь пропихнуть член в рот, господарь сжимает губы и отчаянно мотает головой. «Соси, тварь!» – орет Чхве, отвешивая ему звонкую пощечину. «Сунешь мне его в рот», – цедит Те сквозь зубы, – «и отлить точно будет нечем». Чхве замирает на несколько секунд, яростно дыша, и внезапно выпускает всю злобу и ненависть наружу. Тот факт, что этот Омега стал свидетелем его полного провала, как Альфы, и мужчины в целом, срывает у него крышу. Он наносит удар за ударом, выкрикивая проклятие, а потом смыкает на горле пальцы, безумно выпучивая глаза и брызгая слюной. «Ты ответишь! Ты за все ответишь, паскуда!» – хрипит Джион, желая выместить на нем весь гнев. «Все равно будешь мой!» – Альфа наклоняется, чтобы поставить метку на нежной шее, совершенно забыв, что истинного пометить невозможно. Он не слышит стука в двери, не сразу оборачивается на голос Куана, который в ужасе замирает у входа, прижимая ладонь к губам. «Что вы наделали, Ваше Величество?» – восклицает он, глядя на истерзанного Омегу. Тихион не подает признаков жизни, безвольно свесив руку с края кровати. Все тело его перепачкано кровью, как и сам Чхве. «Какого черта ты приперся? Проваливай, дай закончить начатое! Я все равно уже получил свои земли!» – рявкает он. «На Фреут совершено нападение. Мы окружены по всему периметру, даже со стороны Сухо», – сообщает Куан. «А союзники?» – вытирая краем простыни окровавленное лицо, хрипло спрашивает Чхве. «Прибыл только один из Хардана. Остальные отказались», – тихо сообщает советник. «У нас нет шансов. Говорят, там больше ста тысяч воинов, корабли, они и повсюду. Все море ими заполнено, и я такого никогда не видел». «Заткнись!» – ревет Чхве, надевая штаны на голое тело. «Никого сюда не впускать, головой отвечаешь!» – выбегает из покоев, в спешке бросает император. Куан подходит к кровати и не может сдержать слез. Чхве – самое настоящее чудовище, если сотворил такое с Тихеном. На нем буквально не было живого места. «Я же предупреждал», – схлипывает Альфа, укрывая истерзанное тело простыней. Элуэсское море, побережье Ульхо, 1733 год. Корабли двигались строго в шахматном порядке. Если смотреть с высоты птичьего полета, зрелище было пугающе восхитительным. Каждый шаг был выверен годами подготовки к самому долгожданному наступлению. Часть южного и западного флотов высадились на стыке восточных земель и пустыни Сухо, под предводительством Мина-Юнги. Только этот Альфа знал древний язык Бадави и мог с ними договориться. Каждый нес свою функцию и четко выполнял поставленную задачу. Все воины были максимально сосредоточены. Оставшаяся часть кораблей Мавай под командованием Чон Хасока стремительно зашла с тыла, огибая Асланс. Предполагалось, что с противоположной стороны их никто не ждет. Но там они неожиданно столкнулись с союзниками из далеких земель. Правда, дюжина кораблей и около полутора тысячи воинов не пугали тех, кто был настроен биться до последнего. Почти сразу стало очевидно, что противник явно не был готов к такому нападению и количественному преимуществу. Битва началась прямо в море и завершилась полным провалом флота Хардана уже через несколько часов. У северян была самая сложная задача – напасть на столицу, которую обороняли тщательнее всего. Нужно было распределить силы так, чтобы не растратить их попусту в самые первые часы. Все было выверено буквально до минуты. Часть армии составляли лучники, и именно они выступили первыми, осыпав берег Ульхо градом из горящих стрел. У них было отменное тактическое взаимодействие с пешими войсками, которые стремительно спускали на воду боевые ладьи под надежным прикрытием. Высаживаясь на восточный берег, воины тут же выстраивались клином, обращенным острым концом против неприятеля. И по задумке господаря, основные силы копьеносцев были брошены не в центр, а по флангам. Впереди расположилась линия обороны, прикрывая воинов крупными щитами. Вершина клина – прачники, которые мощными точечными ударами сбивали с ног противника, после чего в наступление уверенным шагом шли мечники. Жертвы были, но не так много, как они предполагали, что несказанно радовало. Чонгук стоял на главной палубе корабля и уверенно сжимал рукоять меча. Из-за того, что они распределили силы и стали окружать восточные земли за сутки до основного нападения, войскам Фреуту пришлось пересмотреть оборонительную позицию и частично сдвинуть ее в другие места. «Был бы у меня летательный аппарат, я бы захреначил им с неба, словно ястреб», – проговаривает Сакджин. «Все у тебя будет. Это дело времени и твоего упорства», – не сводя глаз дымящихся построек, твердо произносит господарь. «Зная, что Чонгук ради спасения Тихона будет готов на все, Чвей мог использовать свой главный козырь, поэтому о том, что сюда пожаловал сам правитель Воланхана, было велено молчать. А воинственные призывы за господаря можно было вполне списать и насчет его супруга. По сути, так оно и было. Все эти люди объединились, чтобы освободить восточные земли от узурпатора и спасти Тихона. Ни у кого не возникло вопросов, для чего это делается, потому что готовились к этому годами. А после похищения молодого господаря поприбавилось ярости и желание осуществить возмездие. Когда лучники, прачники и пешие с копьями прорвали оборону, на берег высадились остальные. Их было несметное количество, полчищами стекающиеся в столицу. Многих удивило, что не все местные вышли сражаться, выкрикивая из окон освободители. И вешали белые отрезы ткани, оповещая этим жестом о капитуляции. Спустя годы Фреут вновь умылся кровавыми слезами. Эта битва запомнится всем, как самая стремительная и грандиозная за всю историю Кианде. Многие альфы выходили из домов и просили оружия, чтобы сражаться на стороне севера. Мало кто любил императора Чве, и когда появилась реальная возможность ему противостоять, люди тут же ею воспользовались. Чунгук шел наравне со всеми, яростно уничтожая атакующих, мастерски отражая удары и прикрывая щитом. У воинов открывалось второе дыхание, когда они наблюдали, как их правитель плечом к плечу идет вместе с ними в наступление. С криками за Господаря альфы сносили все на своем пути, не оставляя шансов на спасение тем, кто вовремя не сложил оружие. Сильные, смелые и преданные. Они всецело доверяли Господарю, прекрасно зная, на чьей стороне правда. И были убеждены, что именно она рано или поздно восторжествует над тем злом, которое прочно обосновалось на Востоке. Опытные воины готовы были жизнь положить ради светлого будущего потомков. Молодые же стремились добиться для себя лучшего, потому что понимали, если к власти придет Чведжи Вон, Кианде накроет непроглядная тьма на долгие годы. Будут переписаны многие законы, ущемлены права Омег, стариков и детей. Все были наслышаны о жестких и диктаторских замашках императора, поэтому нельзя было допустить его к власти. За год отсутствия Чунгука Ким Тихен успел зарекомендовать себя как мудрый и крайне человечный правитель. Его обожали и боготворили, поэтому освобождение молодого Господаря для многих стало делом чести. Первое, что спросил у местного жителя Чунгук, хватая того за рука в холщовой рубашке, была ли свадьба. А когда получил ответ, что она состоялась вчера, ярость Альфа вышла из берегов. Все смотрели на мощного воина, облаченного в черную кожу с металлическими вставками. Его темные волосы были собраны в хвост, почти на макушке, и лишь несколько прядей обрамляли красивое волевое лицо. Скулы были перепачканы кровью, а губы плотно сжаты, но даже этот ожесточенный вид не портил его образ. Этот человек излучал силу и власть, хоть и не заявлял о том, кто он такой. То, как Альфа владел мечом и собственным телом, действительно восхищало. Рядом с ним, плечом к плечу, сражался великий хан Рас Ким Нам Джун, безжалостно уничтожая врага. Они прекрасно дополняли друг друга в бою, прикрывая спины и вызывая немой восторг даже у неприятеля. Альфа предугадывал действия соперников и зеркалил один удар за другим, постепенно продвигаясь к дворцу. Еще будучи на корабле, господарь почувствовал, что его Омега совершенно точно в беде, поэтому тревожные мысли не покидали его ни на секунду. Если Чунгук знал, что этот брак недействителен, то Тихен пребывал в полном неведении и мог решить наложить на себя руки. Все это время Альфа, словно мантру, повторял одни и те же слова «Я иду за тобой, держись». Осада Кагаса заняла всего десять часов, благодаря знанию внутренней архитектуры дворца и тому самому подземному ходу, через который многим воинам удалось проникнуть внутрь и значительно ускорить процесс захвата. В воздухе пахло кровью, гарью и страхом. Все смешалось. Особенно крики людей, которые не понимали, куда бежать и как спасаться. В подобных нападениях Альфы обычно хватали Омег и беззащитных детей, насилуя прямо в домах и отнимая самое ценное. Но здесь все было иначе. Мужчины командовали, чтобы мирные жители укрылись в безопасных местах и не выходили до тех пор, пока не протрубит победный горн. Пояснили, что это не завоевание, а освобождение, о котором и говорил Ким Тихен. Молва волей-неволей разносилась по всему Востоку, и люди складывали оружие добровольно в самом зачатке сражения. Безусловно, это лишь облегчило процесс взятия столицы. Доверие росло буквально с каждой минуты, а кто-то уже догадался, что сам господарь вернулся за своим супругом. Эта же весть неожиданно дошла и до Чхве. Чхве. Дворец Кагас, 1733 год. Чхве Дживон находится в смотровой башне и с нескрываемой злобой наблюдает, насколько грамотно войска противника пробивают одну оборону за другой. В помещение влетает запыхавшийся ханрас. А прошел слух, что господарь жив и явился за своим супругом, хрипло сообщает Альфа. Что? Император в шоке смотрит на мужчину. Чон-Чонгук? Да, Ваше Величество, у нас нет шансов, их слишком много, и я не видел ранее, чтобы воины так мастерски сражались, все до одного. Так какого черта ты тут ходишь, ханрас ты или кто? Рявкая Чхве. Они уже внутри, выкрикивает Альфа, призывает Дживона к благоразумию. Вам нужно бежать вместе с сыном, торопливо говорит он. У меня на руках главный козырь, Ким Тихен, злорадно усмехается император. Давай покажем этому говнюку, кто здесь хозяин. Чхве возвращается в свои покои с намерением выставить господарю условия. Они отступают, и только в этом случае он надаст ему мужа. Но с ужасом застывает у порога, понимая, что в спальне никого нет. Лишь окровавленные простыни немым укором напоминают о недавней жестокости императора. Где Куан? Рычит Чхве, вылетая в коридор. Он унес Омегу, сказал, что вы приказали. Виновата оправдывается стражник. Убью крысу, грохочет император. Найти их немедленно! Паника в глазах Чхве нарастает с пугающей быстротой. Северяне уже в Кагасе, и Тихен бесследно пропал. Крыть больше нечем. Осознание того, что собственный советник так подло его предал в самый ответственный момент, вызывает неконтролируемую вспышку гнева. Только вот выместить ее ненаком, да и времени на это особо нет. На первых этажах уже слышатся лязг металла и крики людей. Когда-то Чхве Дживон ворвался в этот дворец со своей армией, утопив его в море крови. Но он не задумывался, что зло всегда возвращается бумерангом, только в краекратном размере. — Будь ты проклят, Чон-Чон-Гук! — брызгая слюной, выкрикивает император, спускаясь по запасной лестнице. — Тимен уже ждет вас с ангонами, — сообщает Ханрас. — Поторопитесь, пока они не добрались до верхних этажей. Побег по подземной реке был самым крайним вариантом в случае полного поражения. И сейчас Чхве все больше понимал, что нужно было спасаться куда раньше и не ждать, когда северяне ворвутся во дворец. — Где Дессон? — набегу спрашивает Дживон. — Его схватили, — сообщает Ханрас. — Ну, прекрасно! Значит, у меня есть небольшая фора, пока они не разберутся, что он вовсе не император. — Да вы же сами вчера всем открыли свое лицо! Уже каждый в курсе, что он все эти годы был лишь подставным человеком! — Это я зря, конечно, поторопился, — сокрушается Чхве. В подвале темно и сыро, но впереди горит масляный фонарь, а значит, их уже ждут. Желая поскорее убраться отсюда и спасти свои шкуры, мужчины бегут со всех ног, но, дойдя до берега, оба замирают, как вкопанные. Заготовленных лодок нет, как и сангонов с единственным наследником Чхве. — Что за дерьмо? — рычит император. — Где они? — Понятия не имею, — ошарашенно молвит Ханрас. Часом ранее. Как только Куан убедился, что Чхве ушел, тут же вернулся к избитому Омеге и проверил пульс. — Хвала небесам живой! — шепчет советник, укутывая господаря в простыню. Так он был без сознания и едва дышал, а потому нужно поторопиться. Куан выходит из покоев, сообщая, что император приказал унести его в лекарское крыло. Стражники кивают и выпускают мужчину без лишних вопросов. И пока советник бежит по коридору, молит всех четырех богов, чтобы ему по пути не встретился Чхве. На Ум приходит только одно безопасное место, где Тихона будут искать в последнюю очередь — цветочное оранжерея. Там всегда тихо и безлюдно, к тому же совсем рядом с западным крылом, где располагаются императорские покои. Но Чхве сюда не заглядывал никогда, в отличие от его сына, который проводил здесь все свободное время. Куан входит с залитой солнцем помещение и бережно опускает Омегу на небольшую софу, снова проверив пульс. «Милый мой, живите, умоляю вас, помощь совсем близко!» — шепчет он, оставляя легкий поцелуй в виска. Куан смотрит на избитое, но все еще красивое лицо молодого господаря и искренне жалеет, что ему не хватило смелости попробовать спасти его чуть раньше. Он не заслужил той боли и страданий, что выпали на его долю по вине императора. Советник покидает галерею, несется в противоположный конец коридора и спускается по лестнице в подвал, бежит, не щадя легкие, к подземной реке и машет сангоном, сидящим в лодке. «Где ты, Мин?» — согнувшись пополам, чтобы привести дыхание в порядок, интересуется Альфа. «Я здесь, дядя Куан, а где отец?» — спрашивает худощавый темноволосый мальчик, вышедший из темноты. «Всех убили. Срочно уплываем», — приказывает советник, прижимая к себе пацана. Две лодки стремительно удаляются вниз по течению, оставляя императора без шансов на побег. «Всех пленных выводите на Дворцовую площадь», — командует Чунгук, который уже изрядно вымотался и чувствовал нестерпимую боль в спине. «Обыскать каждый угол!» То, что Кагос теперь в их власти, как и весь Фреут, не было никаких сомнений. Почти никто уже и не сражался, сдаваясь без боя. «Мы схватили Чхве!» — радостно сообщает один из воинов. «Где он?» — рычит господарь. «Уже ведут, Ваше Величество!» Не проходит и пяти минут, как в зал вводит перепуганного мужчину, который постоянно повторяет, что он не Чхве Дживон. Чунгук подходит почти вплотную и внимательно смотрит мужчине в глаза. «Если не он, то кто?» — цедит Чун. «Его брат, посидите, я вам все расскажу», — позорных начитальфа. «Он и правда не Чхве Дживон», — подтверждает Кунё. «Император похож, но старше на десять лет». «Приковать цепями. Разберусь с ним позже. Ищите-то Хёна быстрее!» — приказывает Чунгук. «И не упустите настоящего императора, я с ним лично должен расквитаться». Господарь вместе с остальными прочесывает каждый этаж и неожиданно натыкается на перепуганного кунё, который отчаянно машет рукой. «Простите, но я видел, куда унесли его тело», — заикает, произносит парнишка. «Тело?» — за могильным голосом переспрашивает Чунгук. «Он что, мёртв?» — едва слышно шепчет господарь, холодея от ужаса. «Я не знаю, я видел из-за угла, как советник императора нёс Омегу в оранжерею. Думаю, он хотел спрятать его очхве». «Показывай, где это?» — хватая кунё за плечо, восклицает Чунгук. «Идёмте! Это в западном крыле!» — кивает Омега, направляясь к лестнице. «Умоляю боги, господи, только бы он был жив!» Господарь видит его издалека, сквозь большие стеклянные двери. Тихён лежит, замотанный в окровавленную простыню, безвольно свесив руку, и не подаёт признаков жизни. Чунгук замирает на мгновение, смаргивая слёзы, и боится, отчаянно боится туда войти и обнаружить его мёртвым. В груди от страха гулка ухает сердце, пропуская удары, и резко становится нечем дышать. Окружённый живыми цветами, он был пугающе прекрасен. Альфе кажется, что ноги не идут, хотя на самом деле всё это длится считанные секунды, он преодолевает расстояние слишком стремительно. Кладёт дрожащую ладонь на любимое лицо, обречённо опускает на колени и шепчет. «Милый, я здесь». Кожа под пальцами тёплая, а на запястье чувствуется слабый пульс. «Живой», — хрипло говорит господарь, с ужасом замечая багровые следы на шее Омеги. Страшно представить, что там под простынёй, украшенной алыми окровавленными розами. «Тихён, ты меня слышишь?» Он гладит его по волосам и роняет горькие слёзы, потому что смотреть на истерзанное тело мужень просто невыносимо. «Прости меня. Прости, что так долго». Голубые глаза открываются лишь на мгновение, но этого достаточно, чтобы Омега увидел перед собой лицо любимого. Вот мы и встретились. «Тихён убеждён, что он уже на небесах, но отчего же тогда так нестерпимо больно?» Йоса, — одними губами шепчет он, снова проваливаясь в темноту. И на сегодня это всё, друзья. Продолжение следует. Ну вот и встретились наши Цири и Йоса. Да, я представляю состояние Чунгука, когда он увидел в таком состоянии своего мальчика. Ну, слава богу, что живой. Ух, непросто, непросто мне это всё далось, но будем надеяться, что теперь уже точно всё позади, всё плохое позади. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, комментировать. Мне очень интересно услышать ваши мнения, дорогие мои. Совсем скоро встретимся. И с вами была Маруся. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok